здравствуйте коллеги подключаемся сегодня у нас очень насыщенная тема много информации напишите пожалуйста как меня слышно видно все отлично хорошо добрый день спасибо валерия коллеги ну что у нас сегодня такая интересная тема она ежедневная собственно говоря в нашей клинической практике особенно кто много работает с аппаратными методиками будем говорить о том как сделать всю нашу работу более эффективной и безопасной потому что пациенты приходят к нам разные да и очень много пациентов с дефицитами с какими-то хроническими заболеваниями поэтому конечно да то есть работаем с вами на сегодняшний день чаще и правильнее естественно комплексно для того чтобы это было действительно максимально эффективно с максимальным результатом для наших пациентов и используем различные методики в том числе и системную поддержку инвекционные методики в качестве подготовки к аппаратным наоборот в некоторых случаях то есть для того чтобы действительно получить очень хороший выраженный результат у наших пациентов поэтому сегодня будем говорить об этой комплексной коррекции если какие-то вопросы вы можете их присылать чат если они будут прям по теме да то есть вот прям совпадать с тем что я буду дальше продолжать я буду сразу же на них отвечать или потом вернемся сразу же да то есть мы понимаем что опять же те кто сейчас присоединился нас уже 90 человек это здорово да услышат что запись будет что запись будет прислана по остальным моментам да то есть уже не буду на это отвлекаться но мои коллеги кто обеспечивает нам поддержку с позиции именно всех технических моментов они будут периодически писать что запись вебинара будет прислана вам на почту сегодня получился какой-то такой очень объемный вебинар но на самом деле все достаточно логично потому что и методик у нас много аппаратных да то есть и действительно мы на сегодняшний день работаем с вами очень многим направлением с позиции терапии это и моменты связанные с на хайфу технологиями моменты связанные с рф технологиями лазерные технологии и пель технологии всего очень много и каждая из этих технологий играет принципиально важную роль с позиции достижения хорошего эффективного результата у наших пациентов но к сожалению иногда что-то идет не так и моменты которые связаны с аппаратными технологиями приносят нашу жизнь достаточно много беспокойств в некоторых случаях не намного меньше на самом деле чем инъекционные методики там тоже есть свои ситуации да то есть но сегодня в большей степени будем говорить именно об аппаратных что может быть да то есть если мы говорим о лазерах да у нас сейчас как раз самый сезон лазеров мы их активно сейчас ими работаем используем очень многие варианты да то есть кто-то работает там на rb кто-то на co2 кто-то на диодник еще какие-то моменты то есть я сейчас говорю именно о фракционных аблятивных лазерах да то есть не говорю о неодиме это все прекрасно и замечательно да то есть но немножечко другая будет ситуация да то есть здесь мы говорим именно о шлифовках хотя там тоже да то есть свои нюансы есть значит что касается нежелательных явлений после лазерной шлифовки то основные самые такие яркие это длительная постозность гиперемия повышение чувствительности кожи и пост воспалительная гиперпигментация такие уже эксклюзивные моменты но к сожалению тоже бывающие в практике да то есть это рубцы ожоги это истончение кожи вопрос по эффекту марли да то есть несмотря на то что мы на сегодняшний день все-таки не работаем высоко агрессивными параметрами мы снижаем параметры с учетом того что у нас очень много пациентов и диспластика с дефицитами мы да об этом конечно всегда помним но все равно да то есть в некоторых случаях что-то идет не так не не предвещает их скажем виды но к сожалению мы получаем этот эффект марли нужно в этом еще дополнительно разбираться причем это не обязательно co2 это erbi спокойно может сделать нам эффект марли в некоторых случаях да то есть видела я такие ситуации поэтому неприятно и эту ситуацию нужно прорешивать дополнительно да то есть понимать да почему это произошло почему все-таки случилась такая нет ну вот неприятность дальше момент который связан с обострением герпетической инфекции бывает достаточно часто причем не обязательно даже это лазер химический пилинг этого уже достаточно травма да то есть для того чтобы уже получить моменты связанные с активацией герпетической инфекции и последний на слайде да но не последний по важности вопрос который связан с недостаточностью выраженности эффекта с точки зрения пациента к сожалению пациента очень завышенное ожидание причем этот момент он яркий и его нужно отслеживать самых первых так скажем моментов еще когда пациент только-только зашел так скажем в кабинет потому что уже по некоторым формату общения по моментам которые связаны с подачей так скажем запроса пациента на те так скажем эффекты которых он ждет уже понятно что здесь могут быть моменты связанные с завышенными ожиданиями это нужно обязательно отсекать так скажем и проговаривать первоначально о рф терапии здесь мы говорим именно о микроигольчатой потому что на сегодняшний день у нас как минимум три таких активно применяемых методики рф терапии да то есть то что касается монополяров то что касается терапевтического рф там в меньшей степени хотя на монополяре тоже к сожалению можно создать неприятности и это этот момент тоже мы на сегодняшний день начинаем отслеживать потому что монополяр опять занимает свою нишу в какой-то период времени ушел на сегодня как были стал менее активно использоваться сейчас учетом появления новых аппаратов его тоже стало достаточно много но то что касается микроигольчатой рф терапии потому что ну действительно да то есть методика которая сейчас играет такую важную роль в нашей практике их много и еще буду об этом говорить о аппаратах да то есть ну что может быть опять же длительная точность постозность к сожалению также пигментация также момент связанные с марлей и с следами от игол которые очень длительный период времени остаются на коже если совсем да то есть что-то перепутали может быть и атрофия кожи опять же моменты связаны с обострением гриппетической инфекции и появление воспалительных элементов чаще всего в сиборейных зонах и опять же да недостаточная выраженность эффекта с точки зрения пациента вообще пациент предъявляет к нашим методикам повышенный запрос всегда но сейчас с учетом да то есть того что если раньше мы работали там кто-то был вот именно аппаратные методики нам больше предпочитал кто-то инъекционные методики и объем процедур которые мы предлагали пациентам был меньше вот она приходила на биоревитализацию делала биоревитализацию в какой-то момент подключалась ботулинотерапия и в целом как бы да то есть допустим она держалась в рамках каких-то инъекционных методик сейчас и большое у нас предложение да то есть у нас реально большой момент мы стали объединяться мы работаем инъекционными аппаратными методиками этого всего очень много пациент во-первых начинает путаться во вторых он начинает пугаться от объема тех предложений которые есть и на рынке и мы сами предлагаем и в результате получается что у него складывается такое впечатление что чем да то есть больше методик тем вот каждая из них может там унести какие-то прям экстра результаты одной методикой можно какие-то ситуации порешать здесь все еще будет зависеть от того как мы это все преподносим в том числе в маркетинговом плане да то есть на наших сайтах на наши в наших соцсетях когда мы рассказываем об эффекте той или иной методики потому что как-то реклама да которая на сегодняшний день да то есть как раз прошла проверку различными службами и которые связаны именно с отслеживанием так скажем завышенных ожиданий всего остального мы тоже когда пишем пост мы зачастую пишем да вызывает лифтинг слово лифтинг да оно вообще ассоциируется у пациентов сразу же как минимум с эффектом от пластической операции и это с одной стороны да то есть мы пытаемся объяснить максимально понятно но с другой стороны это тоже в свою очередь может формировать завышенное ожидание вот то есть поэтому то есть ну нюансы такие есть нужно об этом конечно тоже думать и когда пациент приходит на консультацию то есть я никогда не буду делать тот же самый там игольчатый рф или лазерную какую-то терапию да даже иногда и фото методики да то есть без ну вообще не буду делать без того чтобы я не пообщалась с пациентом я не понимаю как пришел по запросу я не работаю по запросу то есть у меня всегда момент который связан с консультацией вот поэтому моменты которые связаны с завышенными ожиданиями проговаривать нужно первоначально да то есть вот она у нас классический вариант чего вы ждете от процедуры я хочу вот так да то есть я говорю так снижаем момент связанный с натяжением кожи процентов на 80 вот возможно такой вариант мы получим может быть получим только 10 процентов от того что вы ждете она получит больше классно да то есть это будет здорово а в данном случае да то есть у нее вот этого эффекта завышенных ожиданий не будет такая ситуация зачастую кстати связана даже вот еще с методиками хайфу технологиями да то есть мы их начали сейчас называть хайфу технологиями изначально да то есть по одному из слоев с которым мы работаем на это было с массами на технологии мы чаще называли именно смаз лифтинг и смаз у нас сразу же у пациентов наших ассоциируется с операцией смаз лифтинга и они ждут от смаз технологии точно такого же результата и опять же есть момент связанный с недостаточным с позицией пациента эффекта даже такие методики как фототерапия вроде когда мы с ними очень много работы может вызывать различные нежелательные явления вот то есть причем и опрашиваешь пациента правильно да то есть но вот бывают нюансы которые действительно могут привести к некоторым негативным последствиям чаще всего все-таки это ожоги гиперпигментация вот то есть с чем нужно работать но и опять же да то есть то что касается фототерапии зачастую пациент не слышит ключевой фразы что это курс процедур да то есть и уже от одной процедуры будет ждать полной реализации эффекта желательно даже еще больше чем заявлено даже на наших каких-то брошюрах да то есть там рекламных моментов почему да то есть все-таки такая ситуация случается момент который связан с неудачами да то есть здесь конечно в первую очередь здесь надо четко признавать эту ситуацию что ответственность всегда в первую очередь на враче потому что что начиная от сбора анамнеза и заканчивая собственно говоря неправильно подобранным режимом или там неуточненным фототипом моменты связаны с несоблюдением протокола конечно в этом пациент не виноват пациент виноват в том что он может скрыть моменты связанные допустим с приемом каких-то препаратов с проведением каких-либо процедур или отсутствием их проведения которые вы рекомендовали это да но момент который связан с соблюдением протокола режима сбором анамнеза подготовкой пациента правильным назначением реабилитационных мероприятий это все-таки действительно ответственность врача и мы это за собой эту ответственность естественно признаем и это ну принципиально важно для того чтобы понимать да то есть как дальше поступить что мы будем дальше с этим делать но есть нюансы которые связаны с несоблюдением постпроцедурных рекомендаций это действительно ответственность уже пациента наша задача их правильно назначить с учетом опять же фототипа с учетом активности проведения процедуры с учетом ну как знание о жизни там скажем пациента подгадать под отсутствие там его командировок еще что то то есть вот эти вот моменты нужно уточнить контроль да то есть вот зачастую к сожалению у нас мы даже можем правильно все назначить все моменты которые связаны с реабилитационными мероприятиями но пациент нуждается и зачастую нуждается в дополнительном контроле ассистент ли администратор ли сам ли доктор да то есть у каждого этот момент в коллективе в каждом у каждого доктора это по-разному необходимо конечно контролировать выполнение рекомендаций потому что иногда даже предположить невозможно что происходит пациентом почему он делает то или иной момент у меня была такая история когда я пациентке сказала что корочка отойдет где-то на пятый седьмой день да то есть начнет ну как бы отшелушивание начнет раньше но где-то на пятый седьмой день после шлифовки все должно отшелушиться на седьмой день у нее сохранялись корки она взяла скраб и отшелушила их самостоятельно пациентка была 3 фототипа пара бессонных ночей мне была обеспечена да то есть и как бы она же сказали что на пятый седьмой день начал она не отшелушилась я решила помочь я говорю почему вы мне не написали ну вот я вам она на восьмой день я прислала фотографии то есть вот этот момент но иногда вообще действительно не предугадаешь но к сожалению такие моменты наших пациентов случаются и контроль да то есть нужно прямо устанавливать на сегодняшний день у меня первые три дня пациенты всегда присылают фотографии прямо вот последовательно каждое утро мы так скажем обсуждаем что и как и в дальнейшем да то есть это пятый и десятый день обязательно да то есть момент контроля можно там установить какой-то пятый седьмой десятый можете сказать что вы очень занято, очень много пациентов, это может быть еще раз, ваш ассистент, это может быть какой-то момент контроля со стороны администратора, но если вдруг что-то пойдет не так, в любом случае нужно вмешиваться доктору, потому что ни администратор, ни ассистент не сможем в данном случае дать четкие правильные рекомендации, да он и не обязан, да, то есть если мы делали процедуру, то ответственность за эффект и за нежелательное явление в том числе несет доктор. Вот, поэтому, то есть моменты вот эти важно учитывать, потому что, ну, да, к сожалению, и пациенты, еще раз повторюсь, в некоторых случаях, да, мы получаем вот этот момент, сама придумала, сама поверила, сама обиделась, вот, то есть, но нужно это учитывать и понимать, что контроль и учет, контроль и порядок в этом плане принципиально важен. Естественно, для того, чтобы мы получили хороший эффективный результат, нам нужно создать максимальные условия для того, чтобы эффект от нашей процедуры был максимальный. Для того, чтобы эффект был максимальный, у нас должна быть правильная подготовка к процедуре, правильное проведение самой процедуры и, естественно, оправданная реабилитация согласно тем и той методике, которую мы использовали, и состоянию первичного нашего пациента, и те моменты, которые связаны именно с учетом его индивидуальных особенностей. Когда мы говорим о подготовке, да, то есть она тоже не одноуровневая, это все-таки домашний уход, это и системная поддержка, это процедуры в клинике для того, чтобы обеспечить максимальную подготовку кожи пациента к последующему воздействию аппаратных методик. И здесь, да, то есть, естественно, мы будем учитывать моменты, связанные и с морфотипами, мы будем учитывать моменты, связанные с дефицитами у наших пациентов для того, чтобы обеспечить действительно правильную комплексную поддержку. И начинается эта поддержка с системной поддержки косметологических процедур. Что здесь для нас будет важно, да, то есть, к сожалению, у нас практически, во-первых, нет пациентов, которые до нас нигде не были, ну, иногда встречаются, но не так часто. То есть, у них есть момент, который связан с уже накопленным косметологическим анамнезом. То, что касается косметологического анамнеза, это и вообще в принципе, да, то есть, какие процедуры делала, когда, потому что да, вот я делала, когда, да, пять лет назад непонятно что, да, то есть, ну, можно уже, ну, если это филеры, то это надо учитывать, да, то есть, если, конечно, это там какие-то биоревитализирующие процедуры, даже батулинотерапия, это уже вряд ли будет учтено, но с позиции, допустим, моментов, связанных с нежелательными явлениями, обязательно нужно учесть, потому что если она раньше делала ту же самую биоревитализацию, нам нужно понимать, и текает она или нет. Эти все моменты нам нужны в том числе и для назначения правильной системной поддержки, потому что мы понимаем, да, что и дефицит может быть, и связанный с энергией, да, то есть, и пытались что-то запустить, какие-то процессы энергетический потенциал это не позволил. Нарушение микроциркуляции, если она отекала после каких-то процедур очень сильно. Опять же, отслеживаем гормональный фон, то есть, все моменты, все обязательно учитываем. Наша задача за счет системной поддержки контролировать или нормализировать процесс, нормализация процесса системного воспаления. Мы понимаем с вами, что мы живем в, так скажем, эру инфломейджинга, да, то есть, у нас все происходит с воспалением, то есть, в нашем организме постоянно протекают воспалительные процессы. Их достаточно много, эти моменты нужно учитывать, и мы с вами сами аппаратными инъекционными процедурами создаем контролируемое воспаление. И вот здесь, да, когда мы говорим о нормализации воспаления, это значит, что мы его не должны убирать полностью, да, потому что если мы провели методику или шлифовки, или микроигольчатой РФ-терапии, да, любой другой терапии, да, которая была связана с активацией септического воспаления, если мы в течение, там, 5-7 дней пациенту назначим системные глюкокортикостероиды, наружно назначим ему местные глюкокортикостероиды, что мы в итоге получим? Да ничего, да, мы полностью подавим воспалительный процесс, и никакого результата особого мы не увидим. Поэтому, да, то есть мы контролируем воспалительный процесс, мы держим его под контролем, чтобы из асептического нашего стабильного воспаления это не ушло в формат нежелательных явлений, которые как раз и будут диктовать там дальнейшие моменты, связанные именно с нарушениями реабилитации. Следующий момент – это поддержание гормонального фона. Очень важно, потому что если пациентка начинает говорить, что вот, раньше она меньше отекала, раньше у нее лучше заживала кожа, да, то есть это первые триггерные звоночки того, что у нее начинают происходить нарушения, связанные с уровнем эстрогенов чаще всего, но дополнительно еще прогестерон здесь будет играть роль, поэтому, ну, вот эти вот моменты нужно учитывать. И что нам нужно сделать? Нам нужно направить ее к эндокринологу для контроля гормонального фона. И вот здесь, да, то есть зачастую мы сталкиваемся со страхами пациента, но на самом деле менопаузальная гормональная терапия не настолько пугает наших пациентов, как, допустим, оральные контрацептивы. Их они боятся как огня. Мы на одном из вебинаров в рамках проекта актуальная дерматология и косметология разбирали как раз гинекологам вот эти страхи. Я потом в конце покажу QR проекта, вы сможете QR-код, и тогда перейти тоже послушать какие-то моменты, потому что действительно гормонофобия у нас категорически выраженный момент. У нас единственный гормон, которого никто не боится, это витамин D, потому что его, в принципе, назвали витамином, но у него такие, у него функции, ну, про гормон, можно сказать. Дальше. Для того, чтобы у нас хороший был метаболизм, для того, чтобы в том числе хорошо удалялись продукты обмена, для того, чтобы у нас хорошо происходило заживление, нам нужна правильная поддержка микроциркуляции. Коррекция дефицитов. Об этом тоже на сегодняшний день говорят очень много. Коррекция дефицитов, она идет как с позиции системной, так и с позиции местной поддержки, потому что у нас есть с вами инъекционные препараты, это те же самые коллагены, аминокислотная заместительная терапия, у нас есть препараты и с витамином С, когда это нам необходимо, то есть из инъекционных форм, которые мы используем для того, чтобы таргетно подействовать непосредственно на саму кожу. Но и перорально мы используем такие препараты для того, чтобы насытить весь организм, потому что, в принципе, да, то есть та же самая микроциркуляция или коррекция дефицитов, она нужна не только для кожи, да, мы с вами всегда будем обращать внимание на кожу, вот, то есть, но и на весь организм в том числе. И повышение эффективности косметологических процедур, да, здесь опять же тот же самый экологен будет играть роль, и моменты, которые связаны с аминокислотами, с витаминами, их достаточно много, и в данном случае я хотела бы вам представить линейку новую, которая появилась в портфеле компании Аурин, очень классная линейка системных препаратов для поддержки наших пациентов. Я сейчас буду говорить и в большей степени о подготовке, но на самом деле препараты, которые есть в этой линейке, в качестве системной поддерживающей терапии можно использовать и для подготовки, и для реабилитации пациентов. Бренд называется InOut, и его задача, да, то есть он направлен на, как инструмент по комплексному сохранению красоты и молодости. Очень интересные продукты, если не слышали, да, то есть, ну, во-первых, это наша российская разработка, это на сегодняшний день тоже, ну, принципиально играет свою роль. Это российское производство в академгородке около Новосибирска, Сибирью всегда, да, то есть вообще Сибирь славится различными такими академгородками и аккредитованная, да, то есть очень многими уже компаниями. На самом деле, эти препараты не первый день, так скажем, в России, они используются достаточно давно, вот, и сейчас они появились в портфеле компании Аурин. Почему? Потому что компания абсолютно правильно говорит о комплексном подходе к здоровью, и без системной поддержки это делать достаточно сложно. Значит, здесь семь продуктов, немного, но они такие комплексные, которые можно использовать очень комфортно и с позиции поддержания, да, то есть эффекта и подготовки, и в процессе проведения каких-то процедур. Значит, компоненты европейского производства, которые используются в данных продуктах, и мы можем их интегрировать как с позиции подготовки к различным нашим процедурам. Реабилитации можно использовать в протоколах работы с меланогенезом и борьбы с гиперпигментацией. Еще раз, коллеги, будет сама презентация вам отправлена на почту, поэтому вы сможете с этим еще ознакомиться дополнительно. Дальше. При различных явлениях, связанных с куперозом, с сосудистыми нарушениями, при чувствительной коже, в комплексных протоколах терапии акне, у мужчин мы можем использовать эти продукты. При жирной коже, склонной к воспалительным элементам, у тех, кто проходит курсы за третинаина, это тоже такой важный момент, и при возрастных изменениях тоже большой достаточно объем тех продуктов, которые мы можем использовать. Первое, с чего я бы начала в этом плане, это первый продукт, который однозначно в моей практике, это все-таки подготовка к любым процедурам. Причем вот когда я, в принципе, чего-то жду от кожи, вот в любом формате, что бы мне не хотелось, будь то работа с пигментацией, будь то работа с возрастными изменениями или с акне. Первое, да, то есть что нужно делать, да, то есть с чего мы обычно начинаем. Ну вот это как вопрос утра нашего, да, то есть вот мы когда проснулись, большинство из нас, чего жаждет наш организм? Кофе, да, то есть чтобы вот зарядиться немножечко, проснуться и добавить энергии. То есть вот без энергии достаточно сложно вообще чего-то ждать от кожи, то есть пока нет энергетического правильного потенциала, пока нет энергетического обмена, который позволит нам, собственно говоря, утилизировать все те препараты, которые мы будем дальше назначать пациентам, реализовать эффект от тех методик, которые мы запланировали в комплексе процедур, без энергии ждать какого-то очень выраженного эффекта достаточно сложно. Поэтому первый препарат, о котором бы я здесь поговорила именно в плане подготовки, это Эйдж Терапи Максимум, это препарат, который содержит гиалуроновую кислоту, рисвератрол, коэнзим Q10, да, то есть почему я говорю об энергии, это дигидрокверцитин, витамин С и генистидин, то есть такой комплексный формат, да, да, то есть какие-то из этих препаратов вы, естественно, знаете, да, то есть ну, коэнзим Q10 вообще не нуждается в представлении, гиалуроновая кислота и рисвератрол, в принципе, тоже, дигидрокверцитин, тем, кто знаком с линейкой Skin Intellectual Solution, да, то есть, естественно, тоже знаком, ну, и витамин С известен всем, так скажем, просим любить и жаловать его. Тогда и кому, да, то есть это моменты, связанные с профилактикой различных вирусных моментов при низком иммунитете как раз сейчас можно спокойно всем назначать. Профилактика остеопороза, снижение позитивного эмоционального тонуса и работоспособности, когда посмотришь сегодня за окно, точно понимаешь, что этот продукт обязательно нужен всем. Дальше, да, то есть возраст после 40 лет, комплексный антиэйдж-подход и в том числе, да, то есть профилактика различных моментов, связанных именно со системными заболеваниями нашего организма. Поэтому это первый продукт, который можно использовать в качестве системной поддержки. И коэнзим Q10 – это улучшение работы цикла Крепса, это один из метаболитов, который работает в цикле Крепса. Противовоспалительные свойства улучшают метаболизм жирных кислот, защита клеток мозга и профилактика нейродегенерации – это прекрасный момент, нужен опять же всем. Защита сердца, сосудов, профилактика астеросклероза, поддержание чувствительности клеток, консулину, профилактика сахарного диабета для активно занимающихся спортом, для всех, кто принимает статины, да, то есть, ну вот этот компонент действительно очень важен, и мы можем его использовать достаточно длительным курсом. Второй препарат. Я говорила о нарушении микроциркуляции. Микроциркуляции – это препарат диасмин плюс рутин. Это два очень важных компонента для улучшения работы как венозных сосудов, так и артериолярных сосудов и лимфатических сосудов. То есть, это для всех пациентов постозного отечного типа. Это все пациенты, которые жалуются на отечность, это пациенты, которые часто летающие, с малоподвижным образом жизни или, наоборот, с активным спортом, да, то есть, моменты, когда есть нарушение микроциркуляции. А у нас в момент, да, работы с аппаратными методиками, если кожа неподготовленная, то такие моменты бывают достаточно часто. Поэтому вообще, да, то есть, флеботоники, рутин, диасмин я назначаю всем пациентам постозного деформационного типа за 14 дней до проведения любых таких активных процедур, которые в реабилитационном периоде могут сопровождаться отечностью. Этот момент, да, и используем мы их в среднем порядка двух месяцев для того, чтобы закрепить, хорошо улучшить результат. Обычно это несколько курсов в год, потому что, ну, как бы за два месяца все там полностью и навсегда полечить у нас, конечно, не получится. Диасмин улучшает венозный застой, у него есть ангиопротективное действие, лимфодренаж, повышение резистентности капилляров и противовоспалительное действие. И очень важно, что у него есть такой эффект, как улучшение работы рецепторов к эстрогенам в коже. То есть для нас это тоже очень важный момент, потому что это дает лучший отклик на наши процедуры со стороны кожи пациента. Рутин – это антиоксидант, укрепление сосудистой стенки, повышение способности клеток печени к детоксикации. Это тоже, да, то есть, опять же, это уже как анксиолитический эффект, да, то есть и в зимний период, осенний период времени – это тоже важно. Регуляция уровня глюкозы и комплексная терапия входит он в состав хронических различных таких тяжелых заболеваний. Что еще, да, то есть следующие – антиоксиданты. Мы об этом тоже на сегодняшний день говорим, опять же, с позиции и профилактики оксидативного стресса и снижения хронического воспаления. Препарат H-терапия антиоксидант, слепоевая кислота, ликопинсилент, трансресвератрол и, опять же, дегидрокверцетин. Все, что связано как раз с осенним периодом времени, снижение иммунитета, частые вирусные бактериальные заболевания. Сейчас пациенты у нас периодически, да, выписываются, потому что заболели, вот как раз всем нужно спокойно назначать. Вот, то есть возрастные изменения после антибиотиков, да, то есть им можем использовать при возрастных изменениях атонии, пигментации и воспалении. Следующий, ну, ликопин нам известен, селен, да, мы на сегодняшний день вообще очень много начали о нем опять говорить, селенметионин – это антиоксидант, это защита от вирусов, нормализация работы щитовидной железы, профилактика онкологии, повышение устойчивости кожи к ультрафиолетовому излучению, защита от окислительного стресса и защищает кином ДНК. Денидрокверцитин – антиоксидант из древесины сибирской лиственницы, это защита от ультрафиолета, препятствие агрессивному меланогенезу, усиление регенерации, синтез коллагена, снижение воспаления, противомикробное действие, можно использовать в лечении хронических заболеваний, таких как атопический дерматит, рано заживляющее, что для нас играет принципиально важную роль, и усиление действия витамина С, это уже у нас дополнительная активация синтеза коллагена. Трансресвератрол – это опять же момент из сосудистой стенки, он фитоэстроген, это антиоксидант, это нормализация работы меланогенеза и ингибирование эластазы, коллагеназы, гиалуронидазы. Экстракт шалфея – тоже то, что касается лимфотропного действия, альфа-липоевая кислота, то есть на сегодняшний день чуть-чуть снизился ее бум, но пациентам обязательно мы тоже назначаем, когда это необходимо. Это и элиминация свободных радикалов, это улучшение работы эндогенных антиоксидантов, это элиминация поврежденного коллагена. А как раз в аппаратных методиях это очень важно, потому что у нас игольчатый РФ, даже в большей степени игольчатый РФ разрушает денатурированный коллаген. Моменты, которые связаны с уже старым коллагеном, которые мы разрушаем с позициями на аппаратных методиях, вот как раз здесь будет элиминация лучше, профилактика гликации и улучшение нервной проводимости. Следующий препарат – гиалуроновая кислота и витамин С – это золотой дуэт. То есть в данном случае это будет и при работе с аппаратными методиками, и в формате просто работы с возрастными изменениями для того, чтобы улучшить синтез, улучшить гидротацию кожи, и в данном случае будет лучший эффект от наших процедур. Волосы-ногти – это такой классический момент. Посмотрите, сколько здесь различных витаминов, сколько здесь. То есть вся группа В. Фактически здесь АЕ, цинк, марганец, растительные изофлавоноиды, Д3, небольшая концентрация, но есть, да, то есть В6. Здесь фолиевая кислота – это очень важно, да, то есть для как раз нормализации, в том числе уровня гомоцистиина, никотинамид, биотин, медь, йод, железо, селен, магний. Ну, то есть очень такой богатый состав, прекрасный, замечательный продукт. Причем в данном случае не только на самом деле то, что касается волос, да, трихология – это однозначно, но качество кожи здесь тоже будет играть роль, потому что микроэлементный состав богатый. Таблетки разделены по цвету, в них будут разные препараты, то есть все, достаточно созданная такая комбинация, то есть для того, чтобы действительно все максимально работало эффективно. генистидин – это в данном случае препарат, который направлен на работу с женщинами старше 40 лет или у тех женщин, у которых есть ранняя менопауза. Также у мужчин в некоторых случаях используются вот эти препараты, ну, здесь как раз, да, изофлавон и сои, гиалуроновая кислота, таурин, фалацин и витамин D3, формат, который связан с повышением либидо, либидо в данном случае – это в том числе и вообще социальная активность как таковая, хроническая усталость, снижение эмоционального тонуса, аппаратные инъекционные методы в косметологии, поэтому тоже препарат, который мы можем использовать в комбинации. У него вообще у изофлавонов сои, ну, это, опять же, не сегодня выдуманный компонент, да, компонент, который очень давно у нас на рынке в различных препаратах используется. У него есть антипролиферативный эффект, и в данном случае, да, то есть его можно использовать и в лечении сосудистой патологии, при потере костной массы, и он будет способствовать повышению минеральной плотности костей. И, опять же, перименопаузальный период в этом плане будет форматом назначения. Противоопухолевая активность, снижение секреции лептина, воздействуя на рецепторы жировой ткани, тоже очень важно, особенно в зимний период времени, когда хочется вот эту хандру заесть чем-нибудь, и снижает липопротеины низкой плотности, то есть это уже такой системный момент. Фалаты, фолиевая кислота – это на сегодняшний день тренд сезона, потому что фалаты дают нам возможность работы с хроническим воспалением, в том числе за счет снижения активности гомоцистеина, который у нас повреждает сосудистую стенку, да, то есть вообще участвует именно вот в формате, связанном с хроническим воспалением. Таурин – это в том числе еще дополнительный энергообмен, да, то есть это в данном случае, да, то есть вещество, которое очень хорошо работает над повышением эмоционального фона и активации эмоциональных систем, так скажем, улучшения активности, повышения дополнительного уровня энергии, вот. Но, помимо прочего, да, то есть это и антиоксидант, это препарат, который работает над снижением уровня холестерина, то есть такой очень тоже комплексный классный препарат. Метил-контрол-формула – это очень интересный момент, да, то есть метилирование ДНК – это один из процессов защиты нашей ДНК от, в том числе, повреждающих факторов, а это и фотомоменты, связанные именно с воздействием, неблагоприятным воздействием Солнца и возрастные все моменты, поэтому здесь мы можем работать этим препаратом в составе, да, витамин В12, периодоксин В6, фалацин, опять же, фалаты и 3-метилглицерин, вот, глицин. И очень много задач тоже, которые в этом плане присутствуют. Еще раз, метилирование – это важный момент, который, к сожалению, с возрастом и при воздействии Солнца может меняться, и это будет приводить к накоплению повреждения в ДНК нашем, и это, естественно, для нас, ну, не является позитивным моментом, поэтому нормализация метилирования для нас играет принципиально важную роль. Триметилглицин – это улучшает у нас синтез фосфолипидов клеточных мембран, он является донором метильных групп, то есть в этом плане предотвращает моменты, связанные с нарушением обменных процессов, он защищает клетки от окислительного стресса, является гепатопротектором, снижает риски аденомо-простаты, то есть не только девушкам, да, то есть мужчинам тоже можем назначать, улучшает выработку нейротрансмиттеров и улучшает когнитивные функции. Тоже замечательный момент, очень важный в осенне-зимний сезон. B6, да, ну, опять же, не нуждающийся в представлении препарат, это все моменты, которые связаны и с углеводным, и с жировым обменом, он участвует в превращении трептофана в витамин В3, участвует в образовании, опять же, нейротрансмиттеров, и в том числе участвует в трихологических программах, то есть выработке кератина для здоровья волос. Фолиевая кислота уже сказала, да, то есть важный момент, первично, да, то есть его начали в большей степени использовать для того, чтобы улучшить и нормализовать синтез нервной трубки у плода, но на сегодняшний день этим вообще мы не останавливаемся, потому что для нас фолиевая кислота, фолаты вообще играют принципиально важную роль, и это, ну, момент, который сейчас, еще раз повторюсь, наверное, тренд этого года, мы очень активно об этом говорим. B12, B12 дефицитных анемий огромное количество за счет этого, да, то есть у нас опять же идет и увеличение уровня гомецистеина, моменты связаны с нарушением жирового обмена, поэтому B12 мы обязательно контролируем для того, чтобы стабилизировать и общевоспалительный процесс, и моменты, связанные с насыщением крови кислородом, да, то есть, ну, естественно, это будет влиять у нас и на усвоение железа, и на эффект, в том числе, наших коллагенстимулирующих процедур. Ну, вот такие препараты для системной поддержки, ну, я думаю, что будут еще, естественно, да, то есть и на площадке, в том числе, и компании Аурин, вебинары по этим продуктам будем уже более подробно под какие-то дополнительные методики разбирать. Итак, это то, что было системной поддержкой. Теперь мы говорим о подготовке в формате домашнего ухода. Здесь для нас важно, да, то есть правильное очищение, то есть вот мы на сегодняшний день, ну, как бы начали максимально беречь гидролипидную мантию, перестали очищать кожу агрессивными методиками, даже жирную, да, то есть потому что мы меняем и более такие мягкие средства на осенне-зимний период таким пациентам назначаем, а в летний период времени можно чуть-чуть более активные препараты. То есть не обязательно жирную кожу, даже вообще на сегодняшний день, да, мы говорим о том, что жирная кожа нуждается в увлажнении, так же, как и любая другая, потому что нарушение гидролипидной мантии это уже провокатор усиления воспалительной реакции. Поэтому, если у пациентки есть выраженное шелушение, если она жалуется, что у нее есть стянутость, да, то есть вот с аппаратными методиками, может быть, стоит повременить, сначала восстановить гидролипидную мантию за счет уходовых средств и, допустим, инъекционных методик, да, то есть введение гиалуроновой кислоты, и только потом мы будем работать какими-то там процедурами, которые будут связаны с выравниванием рельефа кожи, это будут там химические пилинги или аппаратные технологии. Дальше. Антиоксиданты. Важный момент стабилизации воспалительного процесса в коже. Уже говорила об этом, еще буду также говорить. Это мы живем в эпоху, так скажем, антиоксидантов, потому что слишком много токсических веществ, которые окружают нас, плюс мы понимаем, что у нас выработка того же самого оксида азота, да, то есть, ну, есть тот, который нам принципиально важен, есть тот, который будет вызывать нежелательные моменты, плюс пероксидный радикал, да, то есть все моменты, которые связаны с агрессивными формами кислорода, это все вырабатывается в нашем организме. Поэтому нам нужно эту ситуацию контролировать. Дальше. Пептиды, факторы роста. Я сегодня не говорю о коллагене перорально, да, то есть, ну, о поддержке с помощью средств домашнего ухода, да, то есть и с позиции подготовки кожи, с позиции реабилитации, этот момент принципиально важен. Про коллаген сегодня не буду говорить, просто физически не хватит времени. Кератолитики, кераторегуляторы, если есть нарушение, момент связан с гиперкератозом, да, то есть для того, чтобы подготовить кожу, естественно, стабилизация активности меланоцитов, потому что это уже идет закладка профилактики нежелательных явлений, в частности, именно гиперпигментации, и восстановление гидролипидной мантии, натурально увлажняющего фактора для того, чтобы комфортно работать с такой кожей. И здесь в качестве домашнего ухода мы используем средства линейки Skin Intellectual Solution. Опять же, если мы встретились с вами на этой площадке, я думаю, что вы как минимум слышали об этой линейке. Я сегодня буду говорить только о тех препаратах, которые именно хорошо работают в сочетании с аппаратными методиками, и здесь будут, естественно, важна и коллаген-стимуляция, поэтому я поговорю о ретиноле, моменты, связанные как раз с пептидами и факторами роста, я уже это упомянула, антиоксиданты. Нам также нужны еще осветляющие средства, увлажнение, но в марке в том числе есть еще средства для ухода за контуром глаз и дополнительный уход – это гликолевый тонер, маска с серой для жирной кожи и ретинол-бодиод, ойл – прекрасное средство с ретинолом для тела. И когда мы говорим о подготовке к процедурам, то есть, ну вообще, да, то есть пара слов, что такое Eskin Intellectual Solution, да, то есть это средства, которые производятся на заводах в Италии, сама марка, да, то есть разработана, и штаб-квартира находится в Германии, практически все средства в линейке находятся представлены в виде микроэмульсий, то есть это гиалусферы, которые позволяют нам, их размер в среднем от 1 до 10 нанометров позволяют глубоко проникать действующим веществам и обеспечивают длительное эффективное воздействие до 6 часов в коже. Они прекрасно сочетаются с другими препаратами, защищены от окисления и дают пролонгированный эффект от воздействия ингредиента. Вот, то есть за счет технологии гиалусфер средства проникают глубоко в нужный слой кожи и обеспечивают длительный хороший эффективный результат без жирной пленки на коже. И первое, о чем я хочу поговорить в плане подготовки к аппаратным процедурам, это ретинол. Ретинол на самом деле незаслуженно в этом плане пытаются отодвинуть на второе место, когда мы говорим об аппаратных методиках, но ретинолом прекрасно можно готовить кожу с позиции именно подготовки к аппаратам, потому что это и нормализация меланогенеза, это кераторегуляция, это активация синтеза коллагена. Можем работать на практически всех областях тела, в том числе переорбитальная область, на веки мы можем также использовать ретинол, только тогда невысокие концентрации. И это будет давать нам эффективные, хорошие результаты, в том числе усиление работы от аппаратных методик, потому что более проверенного компонента и изученного уже десятилетиями, не годами, чем ретинол, найти себе сложно в нашей косметологии, потому что мы начинали с третинаина, а сейчас переходим чаще всего, используем именно чистый ретинол, но формат связан с доказательной его эффективной работой и с позиции гистологии, причем это уже отслежено ретроспективно в течение многих лет, позволяет нам добиться хороших, эффективных клинических эффектов в наших пациентах. Но его почему-то боятся. Почему боятся чаще всего? Потому что в первую очередь не совсем понимают моменты, связанные с фотозащитой, но мы на сегодняшний день четко все-таки позиционируем момент, который связан с тем, что фотозащита нам нужна вне зависимости от того, используем мы ретинол или нет, и пациенты наши уже начинают на это ориентироваться, то нам становится гораздо безопаснее работать ретинолом. Второй момент, да, то есть это то, что он вызывает раздражение. Здесь самое важное – правильно его применять, не бросаться из огня до вполымя, использовать его согласно протоколу ретинизации, они разные для чувствительной кожи и для нормальной кожи, и соблюдать следующий момент, да, то есть это как раз разрыв между применением ретинола и проведением той или иной аппаратной технологии. Хотя аппаратная технология, аппаратная технология рознь, так скажем, и фототип здесь тоже будет играть значение, и форма ретинола тоже будет играть значение. Так вот, когда мы говорим о ретиноле, играют роль концентрация препарата и длительность его эффекта. Форма ретинола тоже будет играть свою роль. Вот, то есть наша задача использовать активный процент ретинола для того, чтобы обеспечить хороший эффективный результат. Активная концентрация ретинола, которая дает этот результат, это 0,5% и выше. Поэтому с какой бы мы кожей не работали, суперчувствительной или с плотной, пористой, толстой кожей наша задача перевести пациентов с меньшей концентрации ретинола на более высокие. То есть как минимум это 0,5%. То есть плотная, пористая кожа выдержит спокойный 1% и будет прекрасно себя чувствовать. Чувствительной кожи 0,5% будет вполне достаточно. Следующий момент. Вот как раз сама история с гиалусферами скинтеллектуал-салюши обеспечивает нам более комфортное применение ретинола, потому что в самой микросфере есть дополнительная гиалуроновая кислота. В результате этого сухость при применении скинтеллектуал-ретинола значительно меньше, чем в других марках. Моменты, которые связаны с раздражением, они купируются правильным подбором увлажняющих средств и торможением тогда ретинизации. То есть чуть-чуть более медленно мы в этом плане вводим в ежедневный уход препарат для того, чтобы как раз поддержать момент, связанный с увлажнением. Скинтеллектуал-ретинол, да, это чистый ретинол, также в гиалусферах, обеспечивает длительное нахождение средства внутри кожи и дает момент, связанный с защитой его, в том числе от окислительного воздействия. Препарат, ну любой ретинол все-таки рекомендуется наносить на вечер, ну в среднем за 20-30 минут до сна, чтобы он впитался в лицо, а не в подушку. И мы следуем, применяем препарат согласно, это клинические моменты в моноварианте, да, то есть когда используется только ретинол, больше ничего нет. Вот. Основные принципы ретинизации. Последовательно, в первые моменты мы исключаем все раздражающие факторы, то есть это скрабы, щетки, которые периодически наши пациенты используют, высоко концентрированные альфа-гидроксикислоты в уходе или бета-гидроксикислоты, исключаем какие-то системные приемы высокодозных витаминов с витамином А, да, то есть каких-то там или монокомплексов, или каких-то комплексных моментов, то есть применение таких препаратов для того, чтобы как раз снизить риски раздражения. И стараемся не использовать никакие агрессивные методики в период, когда идет момент, связанный именно с адаптацией кожи к ретинолу. Медленная ретинизация – это когда мы очень медленно для чувствительной кожи постепенно начинаем вводить ретинол в концентрации 0,25%, в сочетании со средством натурально увлажняющих факторов, интеллектуал-солюшен, чуть-чуть позже о нем буду говорить, можно прям смешивать, или послойно, да, то есть сначала нанесли ретинол, потом сверху нанесли натурально увлажняющий фактор. Вот, первую, вторую неделю – это два раза в неделю, потом третья, четвертая неделя – три раза в неделю, и постепенно выходим на ежедневное применение, прикрывая применение ретинола натуральным увлажняющим фактором. После того, как заканчивается упаковка, если все уже комфортно и нет ощущений выраженных сухости, можно переходить на 0,5% ретинол или еще остаться на одну упаковку на 0,25% и потом переходить на 0,5%. Плотная пористая кожа мы можем сразу начинать с 0,5% ретинола в сочетании, допустим, с натуральным увлажняющим фактором или без него в зависимости, опять же, от чувствительности кожи. Первая неделя – два раза в неделю, вторая неделя, иногда вторая, третья неделя – три раза в неделю, и постепенно с третьей-четвертой недели переходим на ежедневное применение, опять же, можно в сочетании с натуральным увлажняющим фактором. Вот здесь мы можем, допустим, там, 2-3 упаковки повести пациента на 0,5% ретиноле и постепенно переводить на 1% ретинол, но решает это доктор в зависимости от того, что он видит и как происходит состояние кожи изменяется пациента, какие он планирует методики дальнейшие, да, то есть и какой у нас там сезон, в том числе, это тоже будет играть роль, то есть для того, чтобы было максимально комфортно пациенту. Здесь важно упомянуть, чтобы полностью реализовался эффект от ретинола, прием препарата, его нанесение должно быть от года и больше, поэтому вот здесь пациентам нужно момент проговаривать, еще раз проговаривать моменты, связанные с защитой от солнца и понимание того, что ретинолом играться не надо, ретинолом нужно заниматься, то есть он будет тогда заниматься и будет давать хороший результат на коже, если мы будем придерживаться всех тех рекомендаций, которые есть. По поводу антиоксидантов, да, то есть, ну, мы уже поговорили по системным моментам, момент, который связан с приемом наружных антиоксидантов, тоже для нас играет роль. Повторюсь, да, то есть, потому что кожа, как орган, который непосредственно со всем этим контактирует, естественно, будет нуждаться в защите, и в данном случае нам будет нужна комплексная защита, которая связана и, сейчас я найду, вот, и с ферментативной функцией, и неферментативными антиоксидантами. То есть у нас есть две группы антиоксидантов, у нас есть ферментативные антиоксиданты, которые, собственно говоря, отлаживают первый момент, связанный с собственной антиоксидантной защитой кожи, и большая группа неферментативных антиоксидантов, вы уже видите, какие здесь есть, да, присутствуют из марки Skin Intellectual Solution, но на самом деле, да, то есть и из линейки In-Out нам тоже будут нужны некоторые средства, которые представлены именно для перорального приема. Так вот, когда мы говорим о антиоксидантах Skin Intellectual Solution, первое, о чем нам нужно понимать, опять же, да, то есть это отладка энергетического потенциала и ферментативной антиоксидантной защиты организма. Поэтому первым препаратом, который будет использоваться с позиции антиоксидантной защиты, в том числе подготовки к аппаратным методикам из антиоксидантов Skin Intellectual Solution, это будет препарат Redox System. Этот препарат содержит три компонента. Это супероксид дисмутаза, это глутатион и убихинон. Убихинон – это коэнзим Q10, да, супероксид дисмутаза – это как раз ферментативный антиоксидант. Ну и глутатион – это не ферментативный, но тоже немаловажный для нас препарат. Поэтому в данном случае вот этот препарат будет для меня всегда служить началом работы с антиоксидантной защитой организма и обеспечением ее правильной отладки и параллельно работой с энергетическим потенциалом клетки. После этого, то есть вот мы его применили, это может быть одна, максимум две упаковки, этого вполне достаточно для того, чтобы ферментативная система начала прекрасно работать. После этого мы переходим на HR-детокс, который содержит кверцетин, ресвератрол и пегалокатехин. Три компонента, которые вместе работают и с позиции работы с возрастными изменениями, с позиции отладки антиоксидантных систем, с позиции контроля пигментации и снижения риска поствоспалительной гиперпигментации, работают с кожей с повреждениями. Это и фотостарение, это курение, это различные токсины, это кожа в переменопаузальном периоде с хроническими заболеваниями по типу розация, то есть очень много моментов, с которыми будут прекрасно работать вот эти три компонента. И препараты Cherry Detox мы можем использовать достаточно длительно. И пегалокатехин будет давать нам и снижение оксидативного стресса, профилактику канцерогенеза, увеличение синтеза гиалуроновой кислоты, увеличение уровня увлажненности кожи и снижение секреции меланина. Ресвератрол не нуждается, опять же, мы уже про него проговорили, то есть это фитоэстроген, это антиканцероген, это противовоспалительное действие, работа с меланином и защита кожи от загрязнений окружающей среды, то есть те токсины, которые попадают на кожу. И тверцитин – это и антиокислительное действие, ингибирование террозиназы и будет момент, связанный с осветлением, это подавление хронического воспаления кожи, ингибирование циклооксигеназы и ультрафиолет-индуцированное подавление матричной металлопритаиназы, то есть и профилактика разрушения коллагена. То есть вот такой хороший триумвират, я бы сказала, который находится у нас в средстве ЭЧА-редетокс. Следующий момент, я уже уделила внимание гидролипидной мантии натуральному увлажняющему фактору и тому, что нарушение его может приводить к нежелательным последствиям, в частности, усилению воспалительного процесса. Поэтому нормализация гидролипидной мантии для нас сыграет принципиально важную роль. В линейке с Кинтеллектуал Солюшен есть отдельный препарат, он так и называется, натуральный увлажняющий фактор. Он выделен из корня солодки, то есть это глицеризированная кислота, которая показана при любых моментах, связанных с дегидратацией и обезвоженностью кожи. Причем что сухой, что жирный, мы абсолютно спокойно можем его использовать. Мы можем его использовать после чистки, допустим, в условиях клиники или после аппаратных методик. Он не создает какой-то липкой пленки на коже, очень комфортно впитывается и дает нам хорошее базовое увлажнение эпидермального слоя для нормализации гидролипидной мантии. Поэтому вот этот продукт, его можно использовать из позиции подготовки и реабилитации кожи. Следующий момент – это подготовка в условиях клиники. В условиях клиники нам тоже есть чем поработать, потому что когда мы говорим о аппаратных методиках, агрессивных методиках, естественно, нам необходим такой подготовительный момент с позиции и очищения кожи, восполнение внутриклеточного энергетического потенциала, увлажнение или дренажа в зависимости от морфотипа и первичного состояния организма, антиоксидантных воздействий, восполнение строительного материала, потому что у нас, еще раз повторюсь, зачастую пациенты с дефицитами, и улучшение регенерации. Задач достаточно много, естественно, для этого у нас достаточно много методик используется, и в зависимости от первичного состояния покровных тканей, ранее проводимых процедур, наличия дефицитных состояний, коллагенопатии, морфотипа пациента, склонности к гиперпигментациям или куперозу, от времени года, образа жизни пациента и состояния гормонального фона, мы выбираем ту методику, которая пациенту будет более показана, да, ну и, естественно, учитываем, собственно говоря, ту методику, которую дальше будем проводить пациенту. И здесь, да, мне хотелось бы вспомнить о такой методике, как PRP, потому что то, что касается плазмотерапии, это одна из базовых регенературных методик в косметологии. Она применяется и в моноварианте, она применяется при различных хронических заболеваниях, очень люблю ее при акне, вот, и этот момент дает нам хорошую подготовку, в том числе и к аппаратным процедурам. И вот здесь, для того, чтобы этот эффект был максимальный, есть вариант сочетания PRP, да, то есть в данном случае это пробирки USL-Bio, в сочетании с коллагеном. И такие методики уже есть, они опубликованы, и, в принципе, компания Урин, если по запросу, может вам это все прислать, это, ну, достаточно много таких методик. Это сочетание плазмы USL-Bio и препаратов коллагена, да, то есть в данном случае это препарат микроколост, для того, чтобы не только увлажнить и активировать процессы, связанные с регенерацией, это то, что будет нам делать плазма, да, то есть еще дополнительно дать строительный материал нашим фиброколостам для синтеза нового коллагена. Хорошая методика, комфортная, да, то есть плюс ко всему прочему, плазма сама по себе, да, то есть у нее PH кожи, поэтому при введении, ну, только инъекция сама болезненная, а сам препарат не болезненный. И вот здесь мы сразу вспоминаем, что момент, связанный с инъекциями коллагена, зачастую как раз достаточно чувствительный для наших пациентов, и вот здесь еще дополнительно психологически пациенту становится комфортнее проводить эту процедуру, что тоже немаловажно, мы вечно делаем нашим пациентам достаточно болезненные процедуры. Для того, чтобы обеспечить хорошую, да, растворимость коллагена, мы вначале в шприц набираем, либо в флакон с микроколостом, вводим полтора миллилитра физраствора, и когда немножечко размешали, да, то есть он начал уже гомогенизироваться, туда вводим как раз 3,5 миллилитра плазмы ИСЛБИО, активно встряхивая до получения гомогенного раствора. Классический курс, да, 3-5 процедур, один раз в три недели, с поддерживающим курсом один раз в 2-3 месяца. Мы можем его использовать в качестве и подготовки, и дальнейшей реабилитации к процедурам аппаратным для усиления эффекта, потому что коллаген в данном случае будет служить донатором аминокислот для дополнительного построения коллагена, а плазма будет давать нам стабилизацию и воспалительного процесса, нормализацию работы всех клеток, в том числе, да, то есть это будет и фибробласт, в том числе, да, на который мы будем максимально стараться с вами подействовать. Исследования были и уже показаны на диагностических методиках, да, улучшение цветности кожи, текстуры кожи, уменьшение выраженности морщин при использовании вот такой комплексной процедуры, да, то есть монотерапия тоже, естественно, работает, да, но комплекс дают нам в этом плане, гибридная техника дает нам более выраженный результат. Теперь то, что касается проведения непосредственно процедуры, вот, Анжелика, я надеюсь, что вы еще с нами, мы сейчас как раз будем переходить к разбору игольчатого РФ, вот, то есть наша задача выбрать аппарат, первично, да, то есть глубину воздействия, режим воздействия, абляционный или фракционный, если мы говорим о лазерах, да, то есть кратность, интенсивность воздействия и выбора количества процедур. Вот здесь, да, то есть, ну, я не буду вам диктовать, каким лазером работать, потому что вы работаете в клинике, и у вас есть уже какой-то парк аппаратов, это здорово, это правильно, это, ну, если работаете аппаратами, да, то есть есть кто-то у нас, кто не работает аппаратными методиками, но я сомневаюсь, но, может быть, все-таки кто-то из коллег есть, и я надеюсь, что сегодняшняя лекция в том числе вдохновит его начать работать аппаратами. Так вот, да, то есть когда мы говорим о лазерном воздействии, лазеров на сегодняшний день много, да, и каждым лазером, будь то ЭРБИ, будь то СО2, будь то диодный лазер, мы можем делать классные, хорошие вещи, и хорошо работать, и с тонусом кожи, и сокращать кожную лоску, да, будет более правильно. Моменты, связанные с пигментацией, с рельефом кожи, да, то есть вот особенно в комплексных протоколах, это будет очень хороший, эффективный момент работы. Самое важное – соблюдать все моменты, связанные с выбором режима, глубины воздействия, не жестить. То есть это вот момент, который все-таки лучше проговаривать с пациентом. То есть, да, есть оправданный момент, когда нам нужна хорошая глубина, но мы тогда берем на себя ответственность, и мы понимаем, что с таким пациентом нам нужно, как в том этом, да, он с именем этим ложится, он с именем этим встает. То есть если мы пошли на осознанной глубину, так скажем, воздействия, для того, чтобы достичь результата, этого пациента нужно вести ежедневно. То есть он должен ежедневно в течение первых пяти дней показывать вам, что с ним происходит, четко следовать всем рекомендациям для того, чтобы максимально минимизировать нежелательные явления. Такой пациент однозначно должен быть подготовлен предыдущими, да, то есть методиками, про которые мы поговорили, для того, чтобы нормализовать и стабилизировать воспалительный процесс, воспалительную картину в коже. Может быть, в некоторых случаях, да, то есть нужно будет учитывать и дополнительно сочетать использование лазера, допустим, тут же с методиками нанесения препаратов непосредственно, сразу же после проведения процедуры. Это могут быть экзосомы, почему нет? Это может быть транексамовая кислота, почему нет? Это может быть плазма, да, то есть мы здесь можем выбирать методику, потому что если мы говорим о улучшении реабилитации, то здесь будет в большей степени именно плазмотерапия. Если мы будем говорить о нормализации воспалительного процесса, то это будет момент, связанный с экзосомами, с транексамовой кислотой. Если мы будем говорить о профилактике ранней постровоспалительной гиперпигментации, то я все-таки отдам тогда предпочтение транексаму. Но единственное, да, что транексам, что экзосомы те же самые, у нас нет на сегодняшний день инъекционных форм, да, то есть мы можем нанести окклюзионно, да, то есть ну как, ну там окклюзии как таковой не будет, да, то есть мы можем нанести препарат, жидкий препарат экзосом, жидкий препарат транексамовой кислоты, это банальная ампула в аптеке продается, да, сверху на те колодцы, которые мы создали с помощью, собственно говоря, аппарата. И это будет, это не уберет воспаление, опять же, повторюсь, нам нельзя его убирать, мы его специально создали, но это будет стабилизировать воспалительный процесс и снижает риски нежелательных явлений. То есть вот здесь экзосомы будут хорошо работать, ранецам будет хорошо работать, и плазмотерапия, собственно говоря, тоже будет хорошо работать. То, что касается игольчатого РФ, опять же, рынок сейчас очень велик, методик много, аппаратов много. Каждый, кто зарегистрирован, каждый из аппаратов, который прошел регистрацию, классный. Самое важное, чтобы доктор, который на нем работал, понимал для чего и какому пациенту этот аппарат будет нужен. Потому что у нас есть особенности игл, да, то есть у нас есть глубина воздействия, мы понимаем, что это будет или только эпидермис и дерма, или мы можем уйти, допустим, в ПЖК с позиции компактизации жировых пакетов. От этого будет у нас и кратность воздействия, и выраженность реабилитационного периода. Потому что если мы поработали только на эпидермодермальном моменте, то реабилитация будет мягче. Если это все-таки более глубокое воздействие, то реабилитация будет активнее. Но нам нужны и изолированные, и неизолированные иглы, на самом деле, да, потому что если мы говорим о неизолированных иглах, все, что касается рельефа кожи, мы будем получать максимально эффективный результат. Но мы понимаем, что мы в данном случае можем травмировать, да, то есть и активировать меланоцит, это нужно учитывать, поэтому в данном случае лучше работать, допустим, дробным импульсом для того, чтобы перегрев меланоцита у нас с вами не произошел. Вот, то есть мы можем работать, и сейчас есть у нас методики, которые связаны с работой игольчатым РФ, и даже на воспалительных формах. Но здесь, конечно, это такие сложные моменты, дискутабельные во многом, да, то есть, но методики такие есть, и в целом показывают достаточно неплохой результат. И вот здесь, да, то есть момент, который связан с неизолированными иглами, имеет место быть, и действительно будет неплохо давать нам результат. Все, что касается изолированных игл, да, то есть минимально травмируя эпидермальные структуры, мы попадаем более глубоко и даем импульсом более глубокие слои, что позволяет нам в том числе проработать и компактизировать и жировые пакеты, проработать область там и субментальную, и область поверхностных жировых пакетов для того, чтобы как раз и кожу сократить, и уплотнить жировую ткань. То есть это, опять же, я здесь призываю работать мягкими методиками, даже вот, ну, я, допустим, очень много работаю на аппарате Морфеус. За время, вот сколько я с ним работаю, три раза, по-моему, уже поменялись методики, то есть ушел вот этот момент агрессии, стало, ну, как бы мы больше проходим проходов, меньше энергии для того, чтобы минимизировать нежелательное явление, потому что и сетку получали, и построспалительную гиперпигментацию, ну, и, как бы, нюансов, конечно, много. Поэтому, опять же, включаем голову и понимаем, что методики работы с микроигольчатым РФ, да, то есть они все, еще раз повторюсь, хороши, если они прошли свое исследование, и есть хорошие базовые протоколы, да, то есть мы можем их дальше уже модифицировать под себя. Вот, то есть, но, как всегда, да, то есть нам нужно четко понимать, что жестить не нужно. Теперь, что касается реабилитации. С позиции реабилитации нам нужны и противовоспалительные средства, ну, в таком формате, да, то есть, опять же, нормализация воспалений, антиоксиданты, обязательно солнцезащитные препараты, кератолитики, препараты, которые будут компенсировать состояние гидролипидной мантии, и препараты, которые будут улучшать регенерацию. Из линейки Скинтеллектуал Солюшн, здесь я поговорю о двух препаратах. Первое – это полипептиды и факторы роста. Повторюсь, мы можем их использовать и с позиции подготовки, потому что они будут обладать коллаген-стимулирующим действием, и можем использовать в среднем с 5-го-10-го дня после агрессивных аппаратных методик, с позиции именно усиления выработки коллагена. В препарате, да, то есть здесь два пептида и пять факторов роста, они все синтетические, и они дают нам возможность работать с укреплением дермы, со стимуляцией синтеза коллагена и повышением эластичности упругости кожи. Это то, что касается пептидов. А то, что касается факторов роста, это, в принципе, фактически все, кроме последнего, те же самые факторы роста, которые у нас будут в плазме. Поэтому эти две методики, этот препарат и плазмотерапия, они будут очень хорошо сочетаться именно с позиции такой активации, регенерации, восстановления кожи и в том числе, да, то есть усиления синтеза коллагена. Это будет очень хорошая такой комбо, да, то есть этих двух методики и препарата. И второй препарат неожиданно, но на самом деле вполне оправданно, это препарат азолаиновой кислоты. Skin Intellectual Solution, он в 10-процентной варианте. И это препарат, который дает нам хорошую базовую профилактику ранней постпоспалительной гиперпигментации. Поэтому это у меня препарат выбора с позиции где-то на 14 день после шлифовки, после игольчатого РФ. У пациентов, у кого есть склонность к активации меланогенеза, я назначаю азолаиновую кислоту обязательно на вечер под прикрытием увлажняющего крема, того же самого натурального увлажняющего фактора, потому что азолаиновая кислота – это на самом деле один из самых доказанно работающих препаратов из позиции работы с воспалительными элементами, которые бывают у нас после аппаратных процедур. И это конкурентный ингибитор тирозиназы, но у него как раз особенность, он именно как предотвращение гиперпигментации работает лучше, чем как уже лечение сформированной гиперпигментации, почему я его использую именно для профилактики. У него противомикробное антиоксидантное действие, он кератолитик, да, то есть он дополнительно будет еще улучшать эффект от наших процедур, вот, то есть и используется, и работает, да, и в том числе в рекомендациях, в клинических рекомендациях и при акне, и при розации, и при поствоспалительной гиперпигментации. Исследований очень много. То, что касается 10-процентных моментов, да, то есть это как раз для профилактики лучшая концентрация, особенно если пациенты жалуются на повышенную чувствительность и сухость. 10% будет давать нам более комфортную переносимость препарата. И, как я уже сказала, да, то есть препарат золейновой кислоты, он у нас является максимально, ну, с убедительной степенью доказательности с позиции лечения и акне, и розация, и меланодерми. Вот здесь как раз выдержка и по поводу меланодермии, он относится к списку убедительности А. То есть это самая высокая степень убедительности с позиции эффекта процедур, там, аппаратов, методик любых, да, то есть это самый такой момент, связанный с убедительностью. Теперь, что касается клиники. Как мы можем помочь в клинике с позиции именно реабилитации, какие методики мы можем использовать для того, чтобы пациент получил более комфортный реабилитационный период и улучшилась регенерация. Отлично, спасибо за вопрос. Ретинол в период курса мы в данном случае, да, чаще всего отменяем и включаем обратно в протокол где-то на 14-21 день в зависимости от активности процедуры, от комбинации методик, да, то есть от состояния кожи. То есть в среднем, да, то есть это будет где-то порядка 14-21 дня, если мы говорим о активных аппаратных методиках, которые мы только что обсуждали. Вот, можно тогда азолейновую кислоту не использовать, да, то есть тогда в целом ретинола за глаза достаточно будет, почему нет, да, то есть у него будет в том числе и осветляющего действия. Он, кстати, тоже, да, то есть у нас в этом плане ретиноиды, пожалуйста, тот же самый список убедительности А, поэтому все прекрасно, замечательно, пусть работает. У него еще очень много задач, с которыми он должен работать. Итак, когда мы говорим о реабилитации, когда мы говорим о процедурах, которые могут усилить у нас эффект от наших аппаратных методик, здесь одним из, так скажем, препаратов выбора будут аминокислотная заместительная терапия, то есть это донаторы аминокислот в коже для построения нового коллагена. Аминокислотная заместительная терапия на самом деле получила свое второе рождение вот в последние несколько лет как раз в сочетании с коллаген-стимулирующими методиками и с инъекционными, и с аппаратными, потому что сейчас, да, вот этот тренд на коллагеностимуляцию обязывает получить максимальный результат, ну, естественно, исходя из первичного состояния кожи пациента и ее возможностей, наличия или отсутствия дефицитов и коллагенопатий. И мы используем различные препараты, которые содержат аминокислоты. На рынке России их много, здесь я просто их перечисляю, может быть, даже еще что-то, кстати, есть, наверное, не все, честно. Вот я даже уже вспомнила, как минимум, наверное, один препарат, который здесь у меня не указан, надо еще обновить. Какой выбирать, да, то есть здесь решает доктор, в зависимости от состояния кожи пациента. И здесь, да, то есть наш момент дополнительно добавить аминокислот для построения коллагена и обеспечить строительный материал для наших пациентов. Следующая ситуация – это гидротация, потому что и шлифовки, и аппаратные, и игольчатые микро-РФ, да, то есть они будут у нас приводить к потере влаги в коже, поэтому момент, который связан с гидротацией, тоже играет роль. И здесь я хочу представить вам несколько препаратов из новой, ну, хотя тоже, да, то есть она уже представлена на рынке, новый продукт в портфеле «Аурин» – это препарат «Контура», это российский препарат, который содержит три вида гиалуроновой кислоты. Я хочу здесь о двух продуктах, которые вот с позиции реабилитации именно в сочетании с аппаратными методиками будут играть большую роль, да, то есть препарат содержит гибридную гиалуроновую кислоту с 3D-структурной цепочкой скафал. В составе продуктов есть 15% общего объема низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, 20% среднемолекулярной и 65% высокомолекулярной, то есть идет последовательное высвобождение аминокислот, последовательное высвобождение гиалуроновой кислоты, да, то есть и будет момент связанный и с иммуномодулирующим действием, нормализация ангиогенеза, улучшение работы фибробластов, моменты связанные с гидротацией, да, то есть провангированной гидротацией за счет наличия средней молекулярной, высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, сокращение кожного лоскута, да, то есть и противовоспалительное антиоксидантное действие. С какого дня подключить биоревитализацию? Ну вот смотрите, то есть аминокислоты я обычно назначаю, но в целом гидротация тоже это где-то 14-й, 21-й день, коллагеностимуляция 21-й, 28-й, да, то есть вот даже 21-й, 28-й для коллагеностимуляции будет для меня более оправданной, да, то есть когда у нас уже ушло асептическое воспаление, это 21-й день. Вот после этого, пожалуйста, мы можем использовать мезотерапию, мы можем использовать аминокислоты, биоревитализацию, то есть для того, чтобы усилить, да, результат, снять обезвоживание, если оно есть, и добавить моменты, связанные со строительным материалом. Вот здесь препараты, если мы говорим о контура био, препарат хайлайт, да, с манитолом, то есть это обеспечивает нам, с одной стороны, длительную гидротацию, но при этом будет лимфодренажный эффект, то есть вот здесь как раз для пастозного пациента это будут оправданные препараты, вот, то есть я бы, скорее всего, все-таки делала по биоэстетическим точкам, хотя на самом деле не всегда этот момент, как бы, люблю, но в целом, да, то есть мы можем, но с другой стороны препарат можно вводить и классически, да, то есть в папольной технике, все будет зависеть от того, что у нас там с позиции реабилитации у пациента, да, то есть насколько на что они готовы. Вот, то есть препарат комфортный при введении, можем спокойненько в этом плане им работать. И второй, да, это скинлифт контура био, здесь 20 миллиграмм на миллилитр гиалуроновая кислота, это все-таки будет момент связанный с биоэстетическими точками или с конюльным введением, когда это оправдано, то есть для того, чтобы именно обеспечивать длительную гидротацию кожи, вот, то есть в наших протоколах работы. Так, если на 28-й день коллагена курс РФ предполагает 3-4 процедуры раз в месяц, то через неделю уже следующая процедура, это приемлемо, но вот здесь я бы делала, ну, мы немножечко тогда о разном РФ, я говорю о микроигольчатом, вы делаете микроигольчатый РФ 3-4 процедуры раз в месяц, то есть мы говорим о, наверное, или виваче, да, то есть или что, какой, или это не микроигольчатый РФ, Валерия, я делаю тогда, Скарлетт, тогда через 14 дней, то есть РФ коллаген или там био, да, то есть биоревитализация, РФ биоревитализация, то есть тогда через 14 дней. За сколько дней, ну, опять же, да, то есть в зависимости от глубины воздействия, да, то есть Раушан, то есть мы здесь все аппараты сейчас не будем разбирать, да, то есть если мы говорим, то есть опять же, если я работаю на Морфеус, то я делаю через 21 день, если, потому что я понимаю, что я следующую процедуру не через месяц буду повторять, если я делаю, допустим, на салфиорме, да, то есть я повторяю чаще всего через 2 месяца все-таки процедуру, поэтому у меня будет как раз через 21 день опять тот же самый или аминокислоты или биоревитализация, и через 21-28 дней после этого я делаю вторую процедуру, то есть вот в таком формате, да, вот. Немножечко не поняла, вот, а за сколько дней до этих процедур колем? Это вот что? Ну, за 14-21 день – это вот самый классический наш протокол, да, то есть чаще всего даже, особенно если это такая пролонгированная работа гиалуроновой кислоты – 21-28, да, то есть если это мезотерапия, то за 14 дней абсолютно спокойно мы можем проиницировать до аппаратной методики. Ну, по области шеи, да, то есть также мы можем работать, здесь также биоэстетические точки разработаны, да, то есть мы можем это все делать и проговаривать. И в итоге, да, то есть работая с комплексными протоколами, это обеспечивает нам минимизацию рисков нежелательных явлений, улучшение эффективности результата, безопасность применения. Для пациента это сокращение периода реабилитации, улучшение переносимости и улучшение результата процедур. Поэтому, коллеги, да, то есть вот момент, который связан именно с комплексной работой, с комплексными протоколами, это, конечно, для нас такая хорошая, во-первых, палочка выручалась с позиции того, что мы работаем различными методиками на благо одних и тех же задач, мы минимизируем нежелательные явления, мы более, так скажем, комфортно работаем с пациентом, контролируя все этапы от подготовки к реабилитации, мы обеспечиваем снижение рисков нежелательных явлений, дополнительный строительный материал для наших пациентов в коже, да, то есть для того, чтобы как раз коллагеностимуляция пошла по более эффективному пути, и это действительно усиливает у нас конечную эффективность комплекса процедур. Вот такая история, да, то есть у меня 106 слайдов, я прям фактически в таком 105 в экспресс-режиме сегодня все проговорила, но мы с вами в полтора часа даже еще на ответы у нас осталось время. Коллеги, и я говорила, да, по поводу площадки актуальной дерматологии и косметологии, вот справа, Раушан, я представила целый слайд, там больше 10 продуктов с аминокислотами. Когда будет ссылка, да, то есть вы сможете еще раз повторить, посмотреть, потому что на самом деле, еще раз повторюсь, там очень много препаратов на сегодняшний день, там только те, которые зарегистрированы, и все еще, даже еще не все, да, потому что выходят новые. Вот, значит, по поводу площадки актуальной дерматологии и косметологии, справа зеленый Куар, да, то есть для докторов площадка, вы можете зайти, там бесплатные тоже вебинары, и в том числе там много вебинаров со смежными специалистами, там большой блок с гинекологами, там большой блок по сосудистым моментам, то есть вы можете зайти, посмотреть, да, и принять участие в ближайших вебинарах. Сегодня мы будем говорить, кстати, о химических пилингах и мелазме, да, и будем общаться по тому, как это сделать максимально комфортно. И вообще на самом деле, кстати, вот по системной коллагенопродукции, коллагеностимуляции, на следующей неделе будет шикарный вебинар от Елены Александровны Флегонтовой и Бычковой Натальи Юрьевны. Это вот к вопросу там как раз о коллагенах, о дисплазии будет, поэтому прям вот искренне рекомендую, будет очень классный вебинар. Завтра пойдет как раз реклама, и в том числе на площадке актуальной дерматологии и косметологии в Телеграм-канале. Вот, коллеги, на сегодня все. Кто какие-то вопросы еще не задал, давайте обсудим. И, кстати, на прошлой неделе в рамках, опять же, актуальной дерматологии и косметологии мы обсуждали новую линейку домашнего ухода, которая представлена в компании Аурин. Это косметика антиптоизис доктор Лютер. Это очень классная косметика для пациентов пастозного деформационного типа. Очень шикарный момент. Если еще не знакомы, можете как раз вот предыдущий, мы говорили с анатомом по жировым пакетам, и как раз вот в том числе дренажные свойства этой косметической линии обсуждали. Это тоже вот в качестве такой дополнительной рекламы. Ну, действительно, там очень интересно. И классная линейка средств, которую вы можете тоже посмотреть. Ну, я так понимаю, что уже начинаете. Нет, пока еще не отключаетесь, но вопросов больше пока, я так понимаю, нет. Коллеги, ну что, тогда, наверное, все сегодня, да? Нас сегодня было в эфире, в эфире 402 человека. Это очень здорово. Вот, очень приятно. Коллеги, большое спасибо. До новых встреч. И я так понимаю, что на площадке, этой площадке вместе с компанией Аурин мы встретимся уже в следующем году. На площадке актуальной драматологии и косметологии еще в этом году и вебинары запланированы. Поэтому есть повод продолжить общение. Ну, все. Тогда всем хорошего дня. Не теряйте оптимизма, несмотря на то, что там происходит на улице у нас. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...